Добрый вечер! На канале БУК-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное с того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. В центре внимания депутатов Брестского гурсовета тема благоустройства и выполнения государственной программы. О наведении порядка на земле. Что стоит взять за правило, над чем еще предстоит работать. Охрана труда в приоритете всегда. О сохранении человеческих жизней, о создании условий работы на предприятиях говорили в очередной раз на семинаре в Брестском гурисполкоме. 80 лет трагедии под Домачево. В Брестском районе почтили память 54 жертв Домачевской трагедии. Это память и боль белорусской земли. Это не должно повториться. 1030 лет Белорусской православной церкви исполняется в 2022 году. В городах 15 православных епархий одновременно прошло гашение почтового блока во знаменование 1030-летия белорусского православия. В эфире на БУК-ТВ еженедельная программа «Итоги недели». И сейчас обо всем по порядку. Чистоту и благоустроенность Бреста многие воспринимают как данность. А напрасно, ведь живописная картина отремонтированных дорог, чистых улиц, красивых парков и опрятных кварталов постоянно требует обновления, ремонта, реконструкции и огромных финансовых вложений. Тот облик, который сегодня является визитной карточкой города – результат многолетней, планомерной, слаженной и непрерывной работы. О ее результатах, сильных сторонах и недочетах говорили на сессии Брестского городского совета депутатов. В центре внимания тема благоустройства территории нашего города, а также обсуждение выполнения государственной программы о наведении порядка на земле. Что стоит взять за правило, над чем еще предстоит работать, выясняли коллегиально. Настоящий брещанин никогда не выкинет мусор мимо урны. Не только потому, что так положено, а просто потому, что совесть не позволит. Ведь каждый из нас гордится, когда его город называют самым красивым и чистым. А еще есть понимание, что озеленение, уборка, обновление дорог и остановочных пунктов требуют немалых финансовых затрат. Но самое главное – каждый день мы видим, каким тяжелым трудом создается этот облик сотрудниками жилищно-коммунальной системы. В этом году нашим городским ЖКХ и подчиненными предприятиями проводится огромная работа по благоустройству дворовых территорий. Это будет у нас беспрецедентный случай. Значит, 25 дворов мы в этом году планируем до конца года комплексно благоустроить, заменить по программе энергосбережения порядка 5000 светильников на светодиодные. Вот из основных направлений. Основная работа эта у нас идет по санитарному состоянию, коммунальник проводит работу системную, то есть это и уборка, и кошение территорий. Благоустройство территории нашего города, а также выполнение постановления министров Республики Беларусь о наведении порядка на земле, стало ключевыми темами обсуждения на сессии Брестского городского совета депутатов. С помощью представителей системы ЖКХ удалось детально обсудить текущую ситуацию, подвести итоги и выделить как успехи, так и проблемные моменты, над которыми еще предстоит работать. Вопросы благоустройства городских территорий, наведения порядка на земле, тема, о которой можно говорить безгранично. Я думаю, все со мной согласятся в Рещане, что в последние пять лет был сделан очень большой задел по этому направлению, взять хотя бы подготовку города к тысячелетию, девятнадцатый год. Конечно же, в плане благоустройства здесь очень важно взаимодействие. Почему? Потому что мы видим, как заглавную роль здесь, в первую очередь, это наше городское ЖКХ со своими службами, администрации районов, но очень большая роль в этом всем принадлежит, конечно же, и органам местного самоуправления. Чисто не там, где убирают, а чисто там, где не сорят. К поддержанию чистоты обязывает и постоянный мониторинг. За благоустройством и санитарным состоянием территории города осуществляется Государственный санитарный надзор специалистами Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Наши специалисты проводят контрольно-надзорные мероприятия, которые в данное время носят в основном профилактический характер. Это в основном мониторинг, по результатам которого выдаются рекомендации, ну а в случае невыполнения рекомендации, виновные уже при повторных нарушениях привлекаются к административной ответственности. По данным вопросам нами выдано более тысячи рекомендаций, предписаний, требований, ну и, соответственно, за нарушение порядка 80 виновных привлечены к административной ответственности. А вот кто ответственен за территории, которые ни за кем не закреплены? С этим наболевшим вопросом, по мнению руководства ЖКХ, давно необходимо разобраться. Хотелось бы как бы со стороны Брестского городского ЖКХ поднять вопрос, такую злободневную нашу тему, это совместная работа администрации, санитарных служб и субъектов хозяйствования по комплексному обслуживанию и содержанию нашей городской территории. То есть есть те территории, которые закреплены за уборкой коммунальника, там вопросов нету, там проводится систематическая уборка. Но есть те территории, которые ни за кем не закреплены, скажем так, они пустующие. Вот здесь надо нам сегодня определиться и конкретно работать над этими территориями совместно с администрациями. В объектив наших камер не раз попадали разбитые остановочные пункты, сломанные скамейки, граффити, нарушающий эстетический вид, личные подворья в безобразном состоянии. Понятно, что все это дело рук тех, кто не ценит и не уважает чужой труд. Но давайте будем честны, можно годами ждать, пока кто-то придет и наведет порядок. Или, если мы хотим жить в чистоте, всего лишь надо осознать, что чужих территорий не бывает, и каждая из них – наша зона ответственности. Огромнейшая воспитательная задача и исполнительная, и законодательная власти заключается в том, чтобы мотивировать всех людей, наводить порядок возле своих подъездов, на своей придомовой территории, посадить цветочки, посадить деревья, привести в порядок скамеечки, на которых сидим, отдыхаем. И таких вопросов очень много. Несмотря на все недочеты, результат совместной многолетней работы очевиден даже в масштабах всей страны. Ведь именно Брест занял первое место среди городов Беларуси по итогам республиканского смотра, санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов прошлого года. Однако участники сессии были едины во мнении, что это не должно стать поводом для самоуспокоения. Наоборот, надо приложить все усилия для поддержания высокого имиджа областного центра. О сохранении человеческих жизней, о создании условий работы на предприятиях говорили в очередной раз на семинаре, который прошел в Брестском горосполкоме. Эта тема поднимается городской администрацией не первый и, мне кажется, не последний раз. А все потому, что вопросы в этом сегменте были, есть и пока не остаются на контроле у руководителей всех профильных ведомств. Ведь система охраны труда существует не только для того, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности, повысить эффективность деятельности работников и защитить от потерь, вызванных простоями. Это прямая обязанность работодателя, прописанная на законодательном уровне. Если во главу угла ставят лишь достижение прибыли, а к охране труда относиться формально, то рано или поздно это приведет к плачевным последствиям. Это понимают все субъекты хозяйствования, принявшие участие в семинаре по теме «Создание здоровых и безопасных условий труда. Профилактика производственного травматизма». Продолжит тему Людмила Логодич. Каким бы большим и успешным не было предприятие, самым важным и ценным в его структуре является человек. А потому невысокий уровень заработной платы, нерентабельность, невостребованность производимой продукции не могут служить основанием к пренебрежению правилами безопасности, тем более оправданием допущенных угроз для жизни или здоровья работников. Эта тема стала лить мотивом большого семинара, который прошел в Бресском горисполкоме. В областном центре регулярно проводится мониторинг охраны труда на предприятиях. Средств работы в этом направлении достаточно неплохой. В целом, производственный травматизм в этом году в общем уменьшился по сравнению с прошлым годом. Мы имеем 12 тяжелых случаев производственного травматизма. В прошлом году их было 22. Также на постоянной основе осуществляется выезд мониторинговых групп. Это профилактическая направленность нашей деятельности. В нашем городе образцом работы системы безопасности являются предприятия «Тысячники». Это флагманы «Савушкин продукт», «Бресгазоаппарат», «Ликероводочный завод Санта-Бремор». Они, сохраняя отличные показатели, подают остальным пример в организации охраны труда на производстве. В этом году мониторинговые группы посетили 180 предприятий, которые были проверены по вопросам промышленной и транспортной безопасности, а также вопросам, связанным с эксплуатацией электроустановок и смежных пунктов. Прежде всего, вопросы охраны труда, обеспечения охраны труда зависят от компетенции специалистов. Безусловно, это и финансовые возможности предприятий вкладывать в эту сферу, но здесь профессионализм работников и тех, которые отвечают за эту сферу, он немаловажен. Именно поэтому для категории сотрудников, отвечающих за данную сферу, ежеквартально проводятся специализированные семинары. Представители 150 субъектов хозяйствования присутствовали на одном из таких мероприятий. Говорили о совершенствовании законодательства об охране труда, об изменениях, которые грядут в обозримом будущем. С 1 января 2023 года будут приняты, допустим, новые правила по обеспечению промышленной безопасности, оборудование, работающее под избыточным давлением. Будут новые правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения и так далее. То есть эти вопросы были выдвинуты на рассмотрение общества, заинтересованные уже поработали в этом вопросе и до 1 октября обсуждение будет закончено. Проекты можно посмотреть в правовой базе. Поднимались и другие насущные проблемы. Например, достаточно остро стоит вопрос об участии профсоюзов в мониторинговых проверках. Мы видим при наших мониторингах и проверках, что профсоюз не участвует. Это или недоработка председателя правкома, или наниматель смотрит как-то с недоверием на профсоюз. Работник непосредственно близко к своему рабочему месту, он видит все свои тонкие места и видит то, где может произойти несчастный случай. И вовремя это сигнализировать. Профсоюз непосредственно связан с работниками, он все видит это. Поэтому профсоюз надо допускать в контроле за осуществлением охраны. Все желающие могли высказать свое мнение, обменяться опытом и взять на карандаш важные моменты, которые впоследствии можно будет применить на практике. Стоит помнить, что обеспечить необходимый уровень безопасности сотрудника неформальность, а прямая обязанность каждого работодателя, прописанная на законодательном уровне. И ее неисполнение влечет за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность. Вы смотрите программу «Итоги недели». Говорим о важном, актуальном, о том, что касается каждого. Счет к фашистам и их пособникам у белорусов огромный. Политика фашистского геноцида на оккупированной территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны – это карательная операция и 9 тысяч сожженных деревень. Многие не возродились. Это лагеря смерти, гетто и другие места принудительного содержания, устрашающие виселицы и показательные казни. Почти 5300 сел и деревень фашисты уничтожили со всеми или с частью жителей. Хатын, Тростенец, Дремлево, Домачево. В небо над деревней Домачево 23 сентября 1942 взмыли 53 детских души. 53 ребенка расстреляли каратели. Младшему было всего два года. Страшно даже представить себе этот ужас, но это память и боль белорусской земли, горе нашего многострадального народа. «Не простим, не забудем», – говорил каждый, кто в день памяти Домачевской трагедии пришел, чтобы склонить голову у стелы скорби протест. Забывение о памяти жертв фашизма по меньшей мере преступное и не может остаться безнаказанным. Не может остаться безнаказанным и тот ужас, который сотворили фашистские звери в Домачево, людьми их назвать нельзя. Они жестоко расстреляли 53 воспитанника Домачевского детского дома-интерната и их юную воспитательницу Полину Грохольскую. Это случилось 80 лет назад, но забыть это невозможно. А потому в эту страшную дату, 23 сентября, у стелы скорби протест, где находится детский дом, каждый год уже много лет проходит митинг-реквиум. Здесь всегда лежат плюшевые медведи, пластмассовые куклы, керамические ангелочки, а еще стоят лампадки. Их приносят в память невинно убитых деток, младшему из которых было всего два года. Помним, не забудем, не простим. К сожалению, у каждого населенного пункта, почти у каждого населенного пункта нашей страны есть своя трагическая история, трагическая страничка. И Домачево не обошло стороной это трагическое прошлое. 80 лет назад было совершено вопиющее, ну я не знаю, преступление, убийство, ни в чем не повинных детей. И об этом, конечно, нужно помнить, нужно знать. Дети войны, смотрят в небо глаза воспаленные. Дети войны, в сердце маленьком горе бездомное. В сердце словно отчаянный дом ленинградский. Гремит метроном неуволчный, гремит метроном. 80 лет назад случилась эта трагедия, но и сегодня понять такое зверство сложно. Сложно представить. Болью отзывается это злодеяние в сердцах людей. Мы отсюда вас сами, поэтому откликается. Откликается, плачем, жаль, боль ужасная. Вот мама знает, этот детский дом, она рядом жила. Там на колонии называли. Воспитательницу эту помнят. Мне 85 лет, 5 лет, было 5 лет тогда. Я больная, еле стою, но приехали, пришли. Это трагедия, которую невозможно никак не объяснить, не описать. И, естественно, нельзя забыть. И сегодня очень важно, чтобы мы все помнили и говорили об этом. То, что мы помним и знаем об этой трагедии. И важно, чтобы все возможное сегодня делалось для того, чтобы не допустить в дальнейшем. Окупанты не церемонились. Белорусский народ, дети, женщины, старики были живым щитом. Рапсилой и биоматериалом для нуж немецкой армии. Свидетельства о зверствах фашистов буквально на каждой пяде нашей земли. Миллионы белорусов стали жертвами геноцида. Факты по крупицам собраны в многотомное уголовное дело. О действиях плачей должен знать мир. 2022 год главой нашего государства объявлен годом исторической памяти. В Республике Беларусь принят закон о геноциде белорусского народа, который направлен на сохранение исторической правды и недопущение ее искажения. Органами прокуратуры в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны по всей стране проводится работа по сбору, документированию доказательств о зверствах фашизма на нашей земле. Изучаются архивные источники, допрашиваются свидетели, ведутся раскопки и экспертные исследования. Одним из эпизодов этого уголовного дела стало страшное преступление по уничтожению 53 детей-воспитанников домаческого детского дома и воспитателя. Нами установлены все имена конкретных исполнителей этого преступления и лиц, отдавших этот преступный приказ. Зуйкова Лида – 2 года, Тамашов Гриша – 3 года, Ходань Вера – 4, Заславский Толя – 5 лет, Катанов Николай – 6. Еще 48 детей лежат в одной могиле с воспитательницей Полиной Грохольской, которой было всего 20. Они могли бы строить дороги, совершать научные открытия, создавать семьи, любить, растить детей. Но, как известно, у истории нет сослагательного наклонения. А потому 53 ребенка домачевского детского дома навсегда остались детьми. Их убили фашисты. Зачем? А главное, почему? На эти вопросы уже никогда не будет ответов. Церемония возложения венков и цветов также состоялась и на месте расстрела. Здесь, на лесной поляне, в окружении величественных дубов и сосен высится деревянный крест. В 2005 году на могиле поставлен памятный знак, на гранитной плите которого выбиты имена погибших детей и воспитательницы Полины Грохольской. Степанов Сеня – 8 лет. Ирина – 4 года. Толя – 5 лет. Вспомнить поименно удалось не всех. 23 ребенка остались неизвестными. Сегодняшнее мероприятие очень трагическое. И наша школа не могла не приехать, потому что мы помним. И мы считаем, что должны чтить память тех детей и их воспитательницы, которые погибли в этот день 80 лет назад. Необычная судьба девочки Тоси Шахметовой. Воспитанница детского дома, сумевшая воспользоваться тем, что фашисты во время погрузки детей отвлеклись на послышавшиеся вдалеке выстрелы. Спрыгнув с машины, девочка спряталась в лесу и выжила. Теперь ее внуки здесь. На митинге реквиуме чтут память тех 53 детей, которые зверски убиты. Мне немножко непросто говорить. Несите по жизни эту память. Будьте достойными людьми. И будьте счастливы. Мирного неба вам над головой. Недалеко от места трагедии появился информационный стенд о событиях того кровавого дня. Его установило управление Следственного комитета по Брестской области. Десять лет назад по собственной инициативе следователи взяли шество над одним из таких мест. Место расстрела воспитанников домашнего детского дома. Об этой трагедии напоминает памятник, установленный на трассе, а также памятный знак на самом месте трагедии. Весной этого года, во время проведения работ по благоустройству территории на месте расстрела детей, возникла идея установки на дороге, ведущей к этому трагическому месту, информационного знака, который будет напоминать нам о событиях того времени, который заставит остановиться, задуматься, посетить место скорби и отдать дань уважения жертвам той жестокой войны. Мы должны делать все, чтобы не повторилось зверство, которое принес фашизм на нашу землю. А для этого каждый из нас должен листать страницы истории, пусть даже и трагического прошлого, ведь без прошлого нет будущего. Память об этих событиях для каждого человека священна. А сейчас о других событиях, которые прошли на этой неделе в Бресте. Нынешний год в Республике Беларусь, объявленный годом исторической памяти, ознаменован важным событием в истории Белорусской Православной Церкви. В 2022 году исполняется 1030 лет с момента возникновения Полоцкой епархии, что одновременно можно и нужно считать юбилейной датой существования Православной Церкви на белорусских землях. Торжества, посвященные этой дате, состоялись и на церковном, и на государственном уровне. В городах 15 православных епархий, расположенных на территории Беларуси, одновременно прошло гашение почтового блока в ознаменовании 1030-летия основания православия на белорусской земле. Символично, что участников такого мероприятия объединил и город Брест, отметивший недавно тысячелетний юбилей. Тему продолжит Анастасия Мелешкевич. Величественный и красив Брест, уютные улочки и широкие проспекты, зеленые парки и скверы, утопающая в цветах набережная и роскошная акватория Муховца, сочетание исторической архитектуры с современным обликом. И все это богатство создавалось на протяжении вот уже более тысячи лет. И уже более тысячи лет своими крыльями защищает Брест ангел-хранитель, заступник Берестейской земли, преподоба мученика Анаси Брестки, отдавший свою жизнь за православную веру. Белорусы чтят память о нем, об Эфросине Полоцка и других святых, оберегавших нашу страну. В память о них уже на протяжении 30 лет их лики изображаются на почтовой продукции. В год, когда Белорусская православная церковь празднует 1030-летие, в Брестском епархиальном управлении состоялось торжественное гашение блока почтовых марок. 1030-летие православия на белорусских землях. Более такие времена, когда чисто по-человечески казалось, что православие перестанет существовать. Но мы верующие люди, люди церкви, знаем слова Христа, который сказал, «Созив ту церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Да, это были времена испытаний, времена искушений. И сегодня, выстрадавши то время непростое, церковь православная процветает, расширяется и несет свою миссию спасения человека здесь, на земле. Почтовый проект, приуроченный к 1030-летию православия на белорусских землях, включает художественный конверт с изображением Полоцкого Софийского собора, Спасо-Преображенского храма в городе Полоцкий и Благовещенской церкви в городе Витебске, марки с эмблемой 1030-летия православия на белорусских землях, а также специального памятного штемпеля. Проект готовился в сотрудничестве Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, предприятия «Белпочта» и белорусского экзорхата. В 15 епархиях православных, которые находятся на территории всей Республики Беларусь, одновременно в 15.00 будет проходить украшение вот этой марки, которая ознаменует 1030-летие основания православия в Республике Беларусь. И вот в это время 15 архиепископов будут вместе с работниками Белпочты и с работниками местной вертикали власти вот это решение проводить. Очень замечательно, что на почтовых отправлениях, на государственных знаках почтовой оплаты тема православия часто отображалась. Такие проекты являются духовно объединяющими. Более того, это своеобразная проповедь православия. Ведь наши почтовые отправления с белорусскими марками, они достигают самых дальних уголков планеты. Поэтому я думаю, что такие дела должны и будут продолжаться для блага нашего народа, для блага его духовности. А этой духовности так не хватает нашему современному обществу. О важности сохранения передачи православия будущим поколениям говорил на мероприятии архиепископ Брестский Кобринский Иоанн. Сегодняшнее событие обязывает всех нас вспомнить о том, как жили наши предки. Изучить досконально жизнеописание тех святых в нашей Церкви, просто выдающихся людей, которые жили до нас. Они все сделали для того, чтобы сохранить для нас наше Отечество, Синего Куба Беларусь. Они сделали все для того, чтобы сохранить для нас православную веру. И на нас лежит ответственность преумножить все то, что было сделано до нас и передать будущим поколениям и наше Отечество, и святую веру. Судьба каждого народа зависит от выбора религии и веры. И безусловно, для белорусов такой духовной опорой стало православие, которое определило его и культуру, и менталитет, какой бы сложный путь ни был в нашей истории. Да, сегодня мы свободно исповедуем веру, у нас налажено взаимодействие между церковью и государством. Но, тем не менее, как и тысячу лет назад, нам приходится отстаивать сегодня свои духовные основы, свои ценности и традиции. Поэтому мы вместе, и церковь, и государство, и организация, и школа, мы должны утверждать и проповедовать наши духовные основы. Данный проект Белорусской Православной Церкви направлен на сохранение духовности наших людей. Ведь только в том обществе, где сочетается духовное и материальное, вера и труд, народ действительно станет великим народом. Государство сильным, обществом справедливым. Традиционно 25 сентября отмечается День машиностроителя. В преддверии профессионального праздника чествовал лучших сотрудников машиностроительных предприятий первый заместитель председателя Бресского грузполкома Вячеслав Метлицкий. Апофеозом мероприятия стал концерт заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой, на который также были приглашены участники награждения. Все подробности у нашего корреспондента Натальи Хомич. Машиностроительный комплекс – система предприятий, на которых трудится порядка 8 тысяч человек. И каждый из них вносит свой вклад в развитие указанной отрасли. Этот труд ценен и благороден. А созданная в результате продукция поставляется в 22 страны мира, что является неоспоримым доказательством ее качества. Наш машиностроительный комплекс представлен прежде всего такими известными на постсоветском пространстве марками, как Брест газоаппарат, термобрест, электромеханический завод, электротехнический завод, стим, ну и ряд других предприятий. Есть предприятия более крупные, есть менее крупные. Если брать по количеству сотрудников порядка более 100 человек, то у нас порядка 15 предприятий машиностроительного комплекса, работающих по разным направлениям. Наши марки известны не только в Республике Беларусь, но и известны на пространстве СНК, но и в странах дальнего зарубежья. Продукция машиностроительного комплекса поставляется в 22 страны мира. Почетными грамотами Брестского городского исполнительного комитета были награждены работники различных машиностроительных предприятий, в их числе предприятия общества с ограниченной ответственностью термобрест, компа, стим, работники иностранного закрытого акционерного общества, сейф Троникс-Б и многие другие. Я это сперва не ожидал. Я всю жизнь работал, трудился, честно. Работал на БЭМЗе, тоже грамоты получал, доски почета висел. Ну и здесь оценили мой труд. Очень здорово, что стараются ввести такую практику, собирать всех машиностроителей области, проводить такое мероприятие, выделять достойных, интересных людей. Очень здорово пообщаться со всеми, увидеть коллег. Процветание в развитии отрасли, движение вперед, несмотря на все трудности. Изюминкой праздника стал концерт заслуженной артистки Республики Беларусь Ирины Дорофеевой, которая в этот день представила свою программу на крыльях мечты. Певица поделилась своими эмоциями, впечатлениями о пребываниях в нашем городе, а также рассказала о планах на будущее. Это город-герой. Это город, который священен для всех белорусов, потому что для нас будет всегда дорога победа, которая досталась такой ценой. И я понимаю, что самое важное в жизни — это мир. И только общими, наверное, усилиями можно сохранить его, быть ближе друг к другу, понимая, что ни в коем случае нельзя отвлекаться на мелочи. Жизнь идет вперед, и вот эти уроки памяти мы должны всегда оставлять в своем сердце. Я сейчас очень серьезно занялась возрождением народной песни и понимаю, что, может быть, это не совсем моя ниша, но, тем не менее, вот в компиляции с эстрадным звучанием, даже с симфоническим звучанием, когда я работаю с президентским оркестром, это что-то неимоверно прекрасное. То, что когда-то, наверное, заложил вот еще в моем сердце такую музыку Владимир Мулявин. Идем по его встопам, возрождаем белорусскую песню, возрождаем народную песню и не отстаем, пишем народные хиты. Когда-то совсем недавно я услышала, что путь к мечте, он действительно долг, и так оно и случилось, но я очень счастлива, что я могу свою мечту воплощать в жизнь каждый день. Естественно, в каком-то каждодневном труде ты находишь результат, и ты понимаешь, для чего ты живешь. Отдавая, ты получаешь взамен. И я счастлива, что вот этот весь мой накопившийся, наверное, багаж и опыт, он пригодится мне сегодня. Яркое музыкальное шоу, свет софитов и, конечно же, прекрасная музыка не смогли никого оставить равнодушными. Праздник получился по-настоящему красочным и незабываемым. Концерт подарил зрителям массу положительных эмоций. Наталья Хомич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович. Специально для программы «Итоги недели». Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук-ТВ есть и в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. И, конечно же, берегите себя, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин